Если мы скрываем своё желание получать, оно впервые становится относительно нас снаружи, становится отдельным творением, и тогда мы можем попросить Творца, чтобы Он его наполнил, становится как бы в подобии к Нему. Если моё желание находится как бы вне меня, в группе, тогда Творец может его наполнить. До тех пор, пока моё желание находится во мне, Творец его наполнить не может. Это, по сути, очень простое правило. Я хочу отдавать Творцу, пожалуйста. Я должен выйти из себя с этим желанием, подсоединить его к группе, так, чтобы вся группа пожелала его, чтобы это было во благо группы, ради товарищей. И тогда я смогу начинать чувствовать, что я приближаю к Творцу. И оттуда же я получу и ответ. В той мере, в которой я включаюсь в десятку, в этой же мере Творец может подействовать на меня, отдавать мне. В той же самой мере. Допустим, я вхожу в десятку на два килограмма желания. Так вот, на два килограмма желания Творец может отдавать мне. И в них я раскрываю его. И здесь группа может мне помочь, может втянуть меня чуть больше в группу. И тогда я вместе с ними могу начинать работать. Я к ним, они ко мне, и так далее. И в общем мы действуем. Таким образом, для того, чтобы предоставить Творцу место, чтобы он раскрылся. Чтобы таким образом насладить его. Как дети, которые хотят соединиться против своих желаний, ссориться. Для того, чтобы порадовать маму. Так мы должны работать. Спасибо за субтитры.